Кризис в Красном море угрожает глобальной инфляцией. Такой прогноз дали эксперты Международного валютного фонда. А в Великобритании растет число нелегальных мигрантов. Средств на их содержание у властей нет. Об этих и других событиях, как всегда, в нашем международном обзоре «Мир сегодня». Кризис в Красном море в долгосрочной перспективе может спровоцировать глобальную инфляцию. К такому мнению пришли эксперты Международного валютного фонда. Ведущие судоходные компании отказываются от перевозок по морю из-за атак еменских хуситов. Также почти втрое выросли цены на их услуги. Между тем, от перебоев в работе страдает и другой крупный судоходный канал – Панамский. Из-за рекордной за 70 лет засухи по нему будет проходить ограниченное количество судов. В Британии растет число нелегальных мигрантов. Их содержание ударило по госбюджету. Заложенных средств оказалось недостаточно. Дополнительную сумму в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов запросят у парламента. По последним данным, только в январе пролив Ла-Манш незаконно пересекли почти полторы тысячи человек. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В органах власти Великобритании наблюдается рост коррупционных правонарушений, пишет газета «Гардиан». Согласно их данным, за несколько лет около 40 чиновников обвинили в экономических преступлениях. Среди них – мошенничество и нецелевое использование государственных средств. Десятки арестованы и осуждены. Юристы, между тем, это связывает с отсутствием финансового контроля в госструктурах. На юг американской Калифорнии обрушился Тихоокеанский шторм. Стихия принесла с собой сильный ветер и дожди, привела к сбоям в работе общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в штате также ожидаются сильные осадки. Местные власти предупреждают о риске локальных наводнений. Активно работает оперативный штаб. Британский стартап создал устройство, способное поглощать транспортный шум. Гаджет также может избавить улицы от углекислого газа и других вредных частиц. Технология позволит выращивать микроводоросли, которые могут производить биотопливо. Отмечается, что систему можно размещать вдоль дорог с интенсивным движением.